Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим очень интересную тему параллельная парковка. Посмотрим, как девушки паркуются, умело ли у них это получается и что нам об этом расскажет сотрудник ДПС. Согласитесь, знакомая ситуация. Мы не всегда можем припарковаться в оставленное место на парковке или ровно поставить автомобиль, даже если мы виртуозно владеем управлением автомобилем. И как замечательно было, если бы кто-то мог сделать это за нас. А ведь такое возможно. Возьмем, к примеру, компанию «Форд». Она разработала замечательную опцию в параллельной парковке. Мы договорились с менеджером компании «Форд Автопремиум» в Твери о встрече. И сейчас идем задавать ему вопросы. Александр, здравствуйте! День добрый! Оказывается, компания «Форд» позаботилась о нас, девушках, я бы сказала, в первую очередь и разработала такую интересную функцию, как параллельная парковка. Честно скажу, я не сталкивалась и не пробовала никогда ездить с такой функцией. Если не сложно, может быть, вы нам расскажете, что это, для чего это и как ей пользоваться? Да, конечно. Правильная система называется «Система активной помощи при парковке». Что это значит? В нашем городе, где очень мало места и пространства даже называется для парковки, это очень удачное решение. Пользоваться ей очень легко. Каким образом? То есть, если стоят несколько автомобилей в ряд, мы нажимаем кнопку «Система автоматической помощи при парковке». Датчики, которые находятся с правой, так и с левой стороны, мы указываем поворотниками. То есть, где нам нужно парковаться, выполнить параллельную парковку, либо с правой стороны, либо с левой. И, соответственно, после этого система на бортовом компьютере пишет, что место для парковки найдено, ибо автомобилю, чтобы параллельно припарковаться, нужно всего 1,3 от своей длины для того, чтобы совершить данный маневр. Соответственно, после этого бортовой компьютер нам указывает, какую передачу включить, то есть заднюю, да, и, соответственно, выполняет саму парковку. Датчики, которые находятся спереди и сзади, они определяют расстояние до автомобиля и издают сигнал. То есть, нам остается только нажать либо на педаль газа, либо на педаль тормоза. Руль вращается самостоятельно. Поэтому эта система просто незаменима как и для начинающих водителей, так и для дам, которые не хотят себя утруждать какими-то сложными маневрами. Александр, признайтесь нам честно, данной функцией пользуются только девушки, или мужчины тоже заинтересованы и заказывают ее себе? Это идет как дополнительная опция во всех комплектациях, то есть определенной привязки данная опция комплектации не имеет. Скажем так, в основном мужчины интересуются для своих дам данной функцией, а дамы просто заказывают. Александр, очень познавательно и интересно, признаюсь честно, вы нас заинтересовали данной функцией. Я надеюсь, у вас есть тестовый автомобиль с параллельной парковкой, и вы нам продемонстрируете. Очень хотелось бы убедиться в этом опытным путем. Легко, легко, идемте. Итак, сейчас мы с вами будем проходить параллельную парковку, а конкретно испытывать систему помощи при активной парковке. Каким образом все это делается? Перед нами стоят два автомобиля, между ними есть пространство. Нажимаем кнопку «Автоматический парковщик», и автоматически на дисплее у нас высвечивается сканирование по правой стороне свободного пространства. Мы включаем режим «Драйв» и, соответственно, начинаем медленно передвигаться вдоль данных автомобилей. Раздался звуковой сигнал о том, что места для парковки достаточно. Мы отпускаем педаль тормоза и далее продолжаем двигаться прямо. Опять звучит второй сигнал, который нам говорит о том, что необходимо нажать на педаль тормоза и включить заднюю передачу. После чего мы убираем руки от руля и убираем ногу с педали газа. Автомобиль будет, что-то уж говорить, самостоятельно парковаться. Нам останется нажать только на педаль тормоза, когда автомобиль примет положение параллельно бордюра. Датчики парковки оповестили нас о том, что парковка завершена, после чего мы также без особого труда можем уже начать движение вперед, выход без всяких проблем. Поэтому данная парковка просто необходима, особенно для такого большого, роскошного, красивого автомобиля. Александр, огромное вам спасибо, было очень интересно. Всего доброго. Всего доброго вам, приедете еще. До свидания. Согласитесь, многие из нас, выбирая авто, не всегда задумываются о тех дополнительных функциях, которые в них присутствуют. Вам нравится определенный цвет автомобиля или, может быть, марка. Но согласитесь, такая функция, как параллельная парковка, сэкономит ваше время, а может быть даже, и поможет вам избежать ДТП при парковке. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что для вас не секрет, и вы часто наблюдаете такую картину, как девушки паркуются. Мы не всегда можем выставить наши автомобили ровно, а зачастую мы слишком долго паркуя, сможем задеть чей-то автомобиль. Что нам делать в такой ситуации? Ну, в первую очередь, естественно, самое основное, что должен знать или должна знать, да, в данном случае, да, водитель, это то, что это является дорожно-транспортным происшествием. И уезжать с места ДТП ни в коем случае нельзя. И, мало того, за вскрытие с места ДТП предусмотрена очень серьезная административная ответственность вплоть до 15 суток ареста. Вот об этом надо помнить. Даже если вы, там, кому-то повредили пампер, когда выезжали, когда припарковывались, об этом надо помнить. Значит, следующий момент по поводу оформления. Если у участников дорожного движения не возникает различного рода мнений, кто из них прав, кто виноват, то есть споров никаких в этом нету, то есть каждый уверен, что вот конкретно этот участник виновен, да, то оформление может происходить без участников госавтоинспекции, без участия сотрудников ДТП. Таким образом, что достаются извещения страховые, заполняются обоими участниками, делаются фотографии, пишутся в этих же извещениях объяснения, и все можно прямиком направляться в страховую компанию. Если же возникают споры, то есть участники не могут понять, кто же из них прав, кто виноват, то, соответственно, тогда необходимо вызывать сотрудников госавтоинспекции. Кроме того, если данное дорожно-транспортное происшествие произошло не с участием, а с пострадавшими людьми, то здесь, конечно, да, неоспоримо вызывать сотрудников госавтоинспекции. Огромное спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Лично моя сумочка – это всегда бездонный балл, в котором лежит все самое необходимое и жизненно важное. И найти в нем ключи для меня составляет огромную проблему. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я вам обрисую ситуацию, в которой нам очень хотелось, чтобы вы нам помогли. Допустим, мы выходим из магазина. В руках три пакета с покупками. На плече сумка. Подходим к автомобилю. Судорожно начинаем искать наш ключ в сумке. Естественно, его быстро не находим. Приходится ставить пакеты на пол. Они пачкаются. Вот в этой неразберихе наш ребенок куда-то убегает. Согласитесь, очень неудобно. Может быть, вы сможете нам предложить что-то? Можем, конечно, и мы помочь. Но на самом деле уже большинство производителей давно придумывало такую функцию, как безключевой доступ. То есть, когда вы подходите к автомобилю с ключом, достаточно нажать кнопочку на двери. И автомобиль открывается, снимается с охраны штатная система и так далее. Но в то же время автомобили, в комплектации которых нет такой функции, можно оборудовать также такой системой с помощью нашего сервиса в частности. Есть сейчас такие системы, которые позволяют организовать эту функцию практически стабильно работающую, так же, как штатная система. Что нужно для установки и на все ли машины можно поставить? Можно оборудовать практически любой автомобиль такой системой, которая будет позволять безключевой доступ. Один из ведущих производителей российских, это компания Alarm Trade, выписывал недавно такую систему, как Pandora 4300. Она как раз позволяет организовать такую функцию. Работает система вот от такой меточки. Вся информация приходит на телефон. То есть, когда человек удаляется с меткой на расстоянии более 10 метров, система встает в охрану, закрывает центральную замок, берет туда охрану, все зоны охраны и так далее. Когда человек подходит с меткой, она автоматически открывается. Это в какой-то степени даже еще удобнее, нежели штатная система. Здесь как бы не нужно даже нажимать на кнопку на двери. То есть, автомобиль сразу открывается, достаточно дернуть за ручку. Безопасно ли это? Получается, любой человек, находящийся в радиусе действия, может открыть наш автомобиль? Правильный вопрос задали про штатные системы KLS GO, которые используют автопроизводители. На самом деле, это является одной из уязвимых мест любой штатной охраны системы. Почему? Потому что кодировка сигнала достаточно слабая. И есть такое устройство, как ретранслятор. Если грубо говорить, это радиоудлинитель. Если метка работает в обычном режиме на расстоянии метра, то с помощью этого ретранслятора дальность увеличивается до 800 метров. А вот эти системы, они намного лучше защищены за счет того, что частота другая, 2,4 ГГц. Кодировка совершенно другая, как бы диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования и так далее. Работая с такой системой, можно как бы не переживать за то, что злоумышленники строят автомобиль электронным способом. Можно ли изменить дальность действия? 10 метров – это у нас постановка на охрану, а снятие с охраны где-то порядка 5-3 метров. Это вполне нормально, но здесь дальность на защиту системы не влияет. Согласитесь, такая система стоит не во всех автомобилях, даже современных. Штатная функция бесключевого доступа в основном установлена на автомобилях в топовой комплектации, которые стоят достаточно больших денег. Не каждый может себе это позволить. Для клиентов, которые покупают автомобили с минимальной комплектацией, есть выход. Это вот такая система, которая стоит практически как обычная сигнализация, и владелец получает практически ту же самую функцию, как и в топовых комплектациях автомобиля. И как же в таком случае мы можем обезопасить себя и свое авто? Ну, способов защиты достаточно много, но если владелец не хочет пользоваться дополнительными брелками, то есть оставить функцию бесключевого доступа, такую, как она есть, не нося с собой никаких дополнительных элементов, то самый оптимальный вариант – это цифровая секретка, которая подключается к цифровой шине автомобиля и управляется комбинацией нажатий на штатные клавиши. В комплекте поставляются две метки, правильно я поняла? Правильно. Это очень удобно, если машину водит не только муж, но и жена. Совершенно верно. Если мы потеряли метку, можем ли мы заказать новый комплект? Да, конечно. В любой системе предусмотрено записывание новых методов. То есть это делается в сервисном центре, там, при включении специальной программы, только в режиме снятого сохранения, то есть злоумышленник это сделать не сможет. Спасибо за рассказ. Всегда пожалуйста. Надеюсь, наши телезрительницы запомнили, где они смогут поставить такую замечательную функцию. Будем рады видеть всех в нашем установочном центре. Милые дамы, согласитесь, избавиться от поиска, включая от собственного авто в своей бездонной сумочке, это просто замечательно. Согласитесь, насколько становится удобнее и комфортнее жить нам, автолюбительницам, когда наш автомобиль оснащен такой системой, как параллельная парковка. Нам не нужно мучительно парковать автомобиль, мучиться, терять свое собственное время. Наша машина припаркуется сама. А как комфортно, когда в автомобиле есть опция без ключевого доступа. Мы не ищем судорожно в нашей сумочке ключи. Мы не всегда и косметичку-то можем найти. А здесь автомобиль откроется сам. Лето пронеслось, и многие даже не успели его заметить. Но у нашей команды было запоминающееся приключение, которое мы хотим вам показать. Мы подстроили прокол колеса и наблюдали, как тверские автолюбители будут нам помогать. И они оказались истинными джентльменами. Предлагаю посмотреть. Проведем небольшой эксперимент. Как тверские водители отреагируют на ситуацию и помогут ли они нам. Для начала спускаем колесо, прячем оператора в кусты и наводим небольшой марафет. И в этой полной боевой готовности выходим на охоту. Здравствуйте. Вы не можете нам помочь? У меня колесо спустило, я немножко не доехала до Твери. Запаска, вы знаете, к сожалению, у машины мужа, я даже не подозреваю, если она есть, то где она лежит. Что с ним случилось? Ну, на ободе стоит, мне до Твери не доехать, диск попорчу. А можно подкачать по полу? У вас есть чем подкачать? Достану-ка, то есть она может это... Чуть-чуть до сервиса. У вас есть чем подкачать? Если будет держать, то он может доехать на минуту. Да. Если не будет держать, то так. Спасибо вам огромное. Мы сейчас снимаем передачу фару «Рулик-аблуки». Вы стали ее невольным участником. Мы благодарим вам за то, что вы такой тверской джентльмен. И помогли вы нам в этом. И за это вам поощрительный приз. Огромное вам спасибо за такую отзывчивость на дороге. Счастливого пути. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Вот такие вот очаровательные водители нам попадаются на дороге. Несмотря на то, что они едут не одни, они нам помогли. До свидания. О, нам везет, везет, везет. Здравствуйте. Вы мне не поможете? Я, видимо, ехала, колесо на дороге проколола. Где же мужчины, на которых с вами были? Мужчины? Все уехали. Да. Да. У нас соса нет? Я не знаю. Есть такой багажник. А у вас есть? Мы попробуем закатить. Мы вас благодарим за то, что вы не отказали даме. Несмотря на то, что у вас в машине ребенок. Еще раз спасибо за ваше участие. Спасибо. Спасибо вам. Удачи на дорогах. Всего доброго. Вот. Видите, нам помогли. Здравствуйте. А вы не могли бы мне помочь? У меня колесо спустило на мне двери. Извините. Торопятся мужчины. Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь? Я то ли колесо пробила, то ли что. Ну да. А здесь-то запасы там что? Колесо-то, наверное, пробили. Я, честно говоря, не знаю. Машина не моя, но мужа. Но я так понимаю, в багажнике должна, наверное, быть. Если поможете, мы откроем, достанем. Давайте поменяемся. Потому что у меня насос есть, накачать. Даже на монтаже можете и успеете доехать. Ну здесь же недалеко до Бурашинской, в общем-то. Сразу спустила? Ну, знаете, я как настоящая женщина, может, не сразу поняла. Музыка, как всегда, громко играет. Единственное, я поняла, что руль у меня уже не крутится. Но еду-то не, в принципе-то, из Бурашева. Давайте попробуем накачать. Если будет уже спускать, то пусть. Давайте попробуем. Ехать-то здесь недалеко. Вот, видите, какой вы мужчина хозяйственный. Все у вас с собой есть. Приходит. Приходит. Это у меня хозяйская машина. То есть на рыбалку везде. Так, это прикуриватель надо. Понятно. А как вас зовут? Андрей. Андрей, огромное вам спасибо за то, что вы откликнулись. Дело в том, что мы сейчас снимаем передачу «Фара, рули, каблуки». Я думаю, что накачивать не стоит, потому что мы спустили это колесо специально. Мы снимаем именно сюжет про спущенные шины и про то, как тверские джентльмены помогают нам, дамам, на дорогах. Я вас благодарю за то, что вы откликнулись на мой призыв к помощи. Спасибо вам огромное. И удачи на дорогах. За 30 минут проведения эксперимента на наш призыв о помощи откликнулись 4 человека. Три из них с удовольствием нам помогли. Но, милые дамы, не забывайте, что дорога – весьма опасное место. И лучше не экспериментировать, если вы находитесь в машине одна, а вызвать помощь. Пробитые, проколотые, спущенные шины. Я думаю, многие из вас с этим встречались. Одно дело, если вы подошли к своей машине, которая припаркована во дворе, и увидели эту проблему. Другое дело, когда мы едем по трассе. Колотая шина может привести не только к порче колеса, но и к тому, что возникнет аварийная ситуация. Итак, как мы будем справляться и решать эту проблему? А теперь у нас несколько вариантов решения данной проблемы. Мы, конечно же, можем поменять колесо самостоятельно. Но это лишь в том случае, если вам не жалко своих свеженакрашенных ногтей. Или же прибегнуть к помощи специалиста. Да, мы женщины такие. Мы можем громко слушать музыку, подпевая нашему любимому исполнителю. Накрасить губы или даже глаза. И вот среди этих важных дел мы не всегда можем заметить такое несчастье, как спущенные шины. Вот как это распознать, нам сейчас расскажет специалист. Мы, девушки, не всегда прислушиваемся к тому, что нам говорит наш автомобиль. И иногда отклонения в его поведении нам не совсем понятны. Конечно, замечательно, когда автомобиль снабжен системами контроля. Ну, такими, как, например, дача и удавление шин. На дисплее отображается вся информация, могут подаваться звуковые сигналы. Здесь нам не нужно гадать, что произошло. Но не все мы имеем такой автомобиль. Что же делать автолюбительнице, чтобы избежать ДТП или порчи авто? Начнем с того, как понять, почему спустило колесо. То есть при движении будет либо характерный звук, то есть шуметь начнут колеса, если спустило, либо начнет тянуть, то есть в сторону спущенного колеса. Ну, при этом, соответственно, лучше, если поблизости есть какой-то либо сервис, либо пушиномонтаж, обратиться туда. Если нет, то вариант для девушек – это либо эвакуация автомобиля, либо второй вариант – менять на запасное колесо. Запасное колесо, соответственно, можно либо попросить мимо проезжающих мужчин, могут помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир, огромное вам спасибо. Всего доброго. Счастливого пути. Удачи на дорогах. До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Милые дамы, я надеюсь, что наша передача сегодняшняя была для вас познавательной и интересной. А в нашей следующей передаче мы попробуем угнать автомобиль. Так что обязательно присоединяйтесь к нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА